друзья приветствую всех сегодня у нас будет интересный разговор сегодня будем говорить некоторых вещах которые вы прям сразу не найдете в новостейных лентах строительство площадки для пво панцирь недалеко от резиденции путина крушение российских вертолетов и откуда у собчак фотография суровикина все это и многое другое будем сегодня обсуждать с нашим гостем которого все прекрасно знаете сергеем жирновым писателем бывшим разведчиком и просто общественным деятелем который сегодня не все равно и который сегодня борется за победу украины здравствуйте сергей здравствуйте наташа и привет всем нашим зрителям ну и не могу не призвать вас подписываться на канал сергея очень интересный канал я лично являюсь подписчиком наверно одна из первых подписалась и на канал власть версия слащенко ваше доверие для нас очень важно ну что сергей начнем с фотографий все произошло очень странно на самом деле да мы же знаем что там собчак не является журналистом расследователем не является человеком у которого там есть информация как бы да она не христа грозит вот и вдруг сразу после пресс-конференции где у шайгу спросили а где собственно суровикин через час собчак демонстрирует некую фотографию по которой непонятно вообще эта фотография с прошлого года этого года перед смертью суровикина она сделана после жизни суровикина она сделана ничего не понятно и почему собственно говоря собчак знаете когда журналистов которые собственно светские журналисты вдруг у них появляются такие ну я бы сказал такие материалы всегда мысль от коллаборации этого журналиста с властью со спецслужбами и прочее прочее вот как вы думаете ну здесь по моему даже никаких никаких сомнений быть не может да это не будем оскорблять подозрением ксюшу собчак потому что она в общем является давнишней коллаборантка это понятно ей обеспечивает ее безопасность лично владимир владимирович путин ей и ее маме в память о том как ее папа продвинул этого самого заморыша чекистского в большую политику и сделал из него будущего президента российской федерации по этому поводу конечно она уже не раз доказывала что она ее близость к власти лично к путину кремлевским всяким коридором вот но для время от времени для от страстки и и там где-то там делают вид что преследует там вот была эта история такая полу саркастическая полудетективная когда там ее пытались вроде бы арестовать в результате посадили не ее а каких-то людей которые работали вместе с ней она была получена съездив куда то ли в эстонию то ли в латвию вернулась оттуда и продолжать заниматься всем тем чем она и занимался раньше вот так что она в принципе информирует довольно дама вот и совершенно меня не удивляет что именно этот канал избрала власть для того чтобы слить эту фотографию потому что вы же понимаете что все генералы которые сидят сейчас там по подворотням каким-то по задворкам их нельзя посадить их нельзя привести к привести к ответственности привлечь к ответственности потому что путин не сталин и путин никого из них не имеет не не хочет не может боится посадить он не не посадил пригожина он его убил в самолете по бандитски опять же опять же не даже не как эль капоне какой-нибудь да он не взял в руки автомат там я не знаю там пэш какой-нибудь и начал бы расстреливать в упор эту самую машину там или там чего-нибудь там этого суровики пригожина и вот а просто организовал катастрофу причем и опять же делает вид что это не я никакого отношения все вокруг не говорят не никакого отношения но и посадить он их не посадил то есть путин и не диктатор никакой потому что он не сталин вот и одновременно он и не пом супер пупер отец крестной мафии потому что крестный отец берет на себя ответственность он показывает что это да это я их убил вот а путин говорит что это они сами там баловались гранатами и взорвали сами себя вот что кстати не исключено вы знаете с такими персонажами которые в общем на фронте провели 18 месяцев и ну там не 18 они были там немножко немножко меньше там 11 месяцев даже ну чуть больше там 3 13 14 вот у них крыша может поехать да потому что в общем они люди конечно такие от отмороженные немножко вот а эта фотография вы правильно сказали она вообще ничего не доказывает ее просто бросили и как только бросила ее ксюша все ее растиражировали и уже нью-йорк-таймс уже об этом написала уже все то есть это такой ипсо которого устраивает путина при этом значит когда обращаются за официальными разъяснениями там к шайгу шайгу спросили он проигнорировал вопрос а пескову сказали но вот шайгу не ответил можно задать вопрос вам он сказал нельзя и все и значит вот 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 вам и ответ а нафига ты тогда нужен пресс-секретарь если тебе нельзя задать вопросы да ты хотя какую-нибудь нам мы знаем что ты врешь тебе платят деньги за то что врешь а когда ты говоришь мне платят деньги за то что я вру но я вам даже врать не буду да то есть а зачем ты тогда нужен как пресс-секретарь вот но это все в общем развивается такой трагиконической в трагиконическом жанре вот будем смотреть потому что в любом случае у суровики на конечно никаких перспектив больше нет никаких хотя кстати вот обратите внимание сергей непонятно же жив он или мертв все-таки смотрите мы нам показывали фотографии пригожина с так называемого африканского форума да и после этого он в самолете погиб самолете ли до этого ли но никто же не знает да никто свечку не держал то же самое суровикин вот он исчез после этого так сказать бунта да после якобы пригожинского демонстрации и больше никто не видел фотография когда она откуда она сделана ну вообще в принципе не очень понятно то есть 50 на 50 возможно она реально а возможно и нет то они подтверждают этот физический замечательный феномен код шрёдингера да когда код одновременно и жив и мертв и вот они все ну на самом деле и путин у нас одновременно и жив и мертв потому что непонятно двойник не двойник где-то в бункере сидит вот режим его и жив и мертв одновременно все это вот такое шрёдингерское и да я с вами согласен на самом деле публикации фотографий ничего не доказывает вот ну вроде этот самый пригожин там сделал посмертно выложили кстати пленочку где он не стоит в саванне перед камерой где он сидит в автомобиле и говорит что вот вторая половина августа двадцать третьего года да там все обсуждают мою гибель мою личную жизнь вот этим кстати он отвечает частично и нам потому что мы с вами многократно обсуждали его личную жизнь его гибель его 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 жизнь а вот таким образом я вообще такого ехидно замечаю что это я вообще его спровоцировал на все на все вещи потому что я целенаправленно два месяца долбил на всех каналах чтобы покажите мне живого пригожина потому что я очень беспокоюсь за его жизнь и здоровье а вот в результате когда мне его показали через два дня его убили вот и так далее то есть надеемся для семьи суровикина что это будет не так вот хотя я так думаю что в украине будет много людей которые будут рады потому что суровикин был тем самым главкомом воздушно-космических сил который отдавал персонально приказы на бомбардировки украины начиная с 10 октября этого года массовые значит мирных жителей и мирной инфраструктуры украины и поэтому этот человек заслужил строго говоря не только за стенки фсб и не только гаагу но и пулю в лоб и в общем без всяких проблем и если его там путин замочил то нам от этого хуже не станет вот это для путина хуже потому что кстати в итоге получается что все эти разборки в любом случае для путина плохи ничего не сделает он плохо потому что он слабый сделает он что-то он слабый потому что он сделал не так как как называется в шахматах да да этот сухоцванг типичный такой типичный абсолютно сухоцванг когда каждое каждое любое действие всегда ухудшает положение предыдущие вот плюс ирония некая появляется да потому что они все там герои россии значит получается что путин уничтожает сам своих же героев которых до этого кстати наплодил секретными указами и вот и расправляются с ними такие же герои потому что мы можем представить что если это было сбито ракетой пво то отдавал приказ какой-нибудь очередной там герой россии герасимов вот начальник генштаба и новый командующий воздушно-космическими силами кстати вот тоже совпадение да вот этого суровикина значит официально сообщили что его отстранили от поста главкома этих самых войск в тот самый день когда надо было ракетой сбивать самолет пригожина вот и возможно просто вот он может быть не не хотел его сбивать отдавать приказ такой а новый командующий отдал такой приказ вот но в общем смотрим как совет очень простой всегда всем ребята это у нас долгосрочная штука это вот то же самое когда лаз какой-нибудь там да как мария там и просто мария то есть это много много серийный сериал на много-много лет поэтому запасайтесь попкорном иначе будет умрет из голода нет не сможете оторваться от телевизора кстати говоря если еще продолжить тему пву российские да очень при загадочных обстоятельствах умер разработчик российских ракет виталий мельников некий да который руководила ракетными разработками в роскосмосе он вдруг попал в августе начале августа в больницу с отравлением да там были разные предположения начиная от грибов заканчивая там разводили руками спустя две недели мельников умер в больнице это произошло кстати вскоре после гатастрофы луна 25 ну вот прям там эти там интересно да потому что я тоже вчера видел эту новость я и даже перепустил у себя там в каких-то сетях в твиттере по моему потому что он попал в больницу именно в тот день когда стартовал луна то есть 11 августа вот но вроде бы и теория что он 9 августа ходил по грибы набрал там каких-то мухоморов наелся их вот и благополучно значит попал два дня спустя в больницу потом долго долго его там лечили все-таки 30 августа он он умер вот но вы знаете вообще когда идет разговор про грибы потому что я грибник вообще это я люблю этим делом заниматься и так сказать немного неплохо разбираюсь в этих делах то есть в российской федерации вообще-то люди довольно рискованными занимаются вещами потому что вот в 1981 году официальный минздрав ссср снял заготовок свинушки но свинушки вот раньше я помню в своем детстве даже там до юности мы всегда ели свинушки в общем тогда уже говорили что это не очень хороший гриб но его надо просто долго отваривать вот и потом так сказать его можно употреблять и мы действительно всей семьей там его ели никто у нас не умер ничего не не произошло вот но вот если это свинушки то вот похоже потому что там не сразу наступает смерть и там токсин должен развиться в организме и потом уже там от почвенной недостаточности то есть он поражает внутренние органы и точно так же вот кстати даже там миколог который изучает так сказать излучал немецкий эти эти грибы он в 1944 году был первым человеком который умер официально от отравления свинушками вот потому что до сих пор считался съедобным грибом точно так же там вот как ложные сморчки тоже значит в каких-то вот даже у нас во франции там еще 20 лет назад или 30 лет назад есть путеводители по грибам но вот эти самые гиды да слова или какие-то энциклопедии грибные где они считаются там вполне себе нормальными грибами то есть говорят ну что у него там не очень не очень хорошие вкусовые свойства но есть его в пищу можно вот а 30 лет спустя уже написано что он там жуткий жуткий ядовитый гриб и не дай бог вам его его поесть я кстати вот так спас одного француза потому что у меня в лесу вот так вот мы шли и он значит весной это было дело вот и он мне показывает целлофановый пакет но это вообще уже плохо грибы вообще нельзя собирать целлофановые пакеты пакеты потому что они задыхаются и в них там токсины начинают развиваться показывает там килограмма два вот этих ложных сморчков вот а я им говорю это не это жиромитра это совсем или герамитра это совсем совсем не то это теперь считается ядовитый гриб а он говорит вы убеждены ну да убежден в общем я в этом как-то разбираюсь как бы ну сергей удержима когда речь о грибах я вижу что нам собственно говоря часа не хватит поговорить о грибах но если серьезно согласитесь что когда это не герой пелевина а 70-летний академик травится грибами еще и разработчик ракет как-то так странно это немножко выглядит вы знаете я добавил тогда сюда вот в окончании этого грибной темы это старый советский анекдот когда значит несут тело в гробу да и у человека спрашивают кого-то хоронят тещу от чего померла от грибов грибов отравленных от ей объелась а почему синяк под глазом потому что есть не хотела вот это вот такое хотел ли академике есть грибы вот это вопрос очень странная история мне кажется тоже вот знаете практически конспирологическая с визитом эрдогана эрдоган не мальчик он ну как бы политик первого эшелона он поехал к путину после многочисленных приглашений такие визиты насколько мы знаем всегда готовит канцелярия и лицо первой величины да первое лицо едет только в том случае когда понимают что по каким-то пунктам уже есть согласование есть что обсуждать и тут эрдоган приезжает не хотим никакой зерновой сделки ничего не будет но чем тогда занимались помощники его обсуждали они или их обманули сказали что да 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 в последний момент нет нет но он совершенно очевидно уезжал разочарованным даже злым и такое ощущение знаете вот хочется спросить а что это собственно было это было эрдоган приехал просто про про вернуться на самом деле я не думаю что он так наивно относился к путину во первых для него это все-таки выгодно это обоюдно выгодная вещь потому что путин показал что с ним еще кто-то там общается на международном уровне а эрдоган кстати показал что с ним вот этот человек с которым никто не может встретиться из западного лагеря эрдоган относится к западному лагерю напомню страна турция пятьдесят втором году вступила аж в нато аж в пятьдесят втором году вот на ее территории были развившены много десятков лет американские ракеты с ядерными головками боеголовками вот турция участвует в многих во многих проектах турция значимая очень страна и для нато в том числе вот и одновременно у него же он только что избрался переизбрался да то есть ему надо тоже показать что вот он в медицине его в мире ценят что его уважают и вот даже вот такой от мороза как путина готов значит с ним встречаться он его кстати потроллил вот эрдоган в этом смысле он не наивный человек потому что он путину сделал очень большую гадость в июле которая была очень приятна украине вот потому что он отпустил азовцев он принял у себя зеленского с официальным визитом он дал свою отмашку кандидатуре украины в нато он дал свою отмашку кандидатуре швеции в нато это все для путина было очень неприятно и я так думаю что кстати если эрдоган все это дело получил то он наверное скорее всего получил какие-то очень серьезные заверения от американцев о возврате в важные проекты там у него и были проекты участия турции строительстве в эксплуатации f-35 я так думаю что даже может американцы ему пообещали какие-то новые обновления флота потому что турецкий флот не очень новый он в общем на две трети или на три четверти старый флот хотя больше чем российский и для него это значение имеет потому что в черном море имеет такого соседа нужно иметь современный флот это не сейчас не так у турции я так думаю что может быть американцы ему что-нибудь пообещали в этом в этом смысле вот а потом нужно было отрабатывать и ведь эрдоган патролил путин он сказал да володя приезжай приезжай ко мне типа давай поговорим разберемся во всех делах путин не решился к нему ехать пригласил в случае это кстати мы планировали и так оценивали что так и будет что путин не поедет в турцию а эрдоган приедет в сочи здесь все сбылось вот а дальше ну я не считаю кстати это провале это провал этот визит провален ни с одной ни с другой стороны потому что говорят что он оскорбил эрдогана что эрдоган ну не та величина которая вот просто так ездит туда-сюда проветриться нет но это не это не совсем так потому что это соседские страны ему там лететь час лета через черное море это не не так далеко вот почему не прошвырнуться хорошая хороший прием вот эрдоган в принципе получает от российской федерации сейчас может получить все что угодно у них вырос товарооборот он в общем не не так чтобы прям уж такой уж супер-пупер 62 миллиарда это на 10 миллиардов больше чем указать у россии с белоруссию вот и в три раза меньше даже в три с половиной раза меньше чем у россии с китаем вот поэтому это не такой уж супер-пупер оборот но турция зависит от раки от российских товаров потому что все-таки турция покупает российскую нефть турция через себя пропускает российский газ и судя по всему можете его отбирать и себе турция от зерновой сделки себе получает большие преференции и с украинской с российской стороны ей кстати без разницы от кого получать зерно в этом смысле то есть если там допустим сейчас она не может получать украинское зерно то она с большим удовольствием получит за пол цены или за треть цены российское зерно вот в этом смысле он абсолютно цинично подходит к этому делу у него нет никаких моральных устоев ему наплевать абсолютно что откуда это зерно вот потому что у турции есть потребности ну свои внутренние плюс она экспортирует муку то есть вот она у нее одна из значительных сотей экспорта это реэкспорт муки в арабские страны где ее большое потребление но для этого ей не хватает своего собственного зерна чтобы снабжать эти страны поэтому российское зерно там миллионов там 20 тонн ей нужно и она получила бы это от украины но есть не может получить от украины получит от россии вот так что я не считаю вообще что это прокольный провальный визит ни с одной ни с другой стороны да путин папа путин поплакался как как всегда сказал все нас обманули но все мы посмеялись по поводу того что ну а если тебя обманывают какой же ты руководитель просто дурак и вот кстати гиркин был прав когда сказал что тебя все обманывают и вообще там 30 лет тебя обманывают там 25 лет да и обама тебя обманывала и меркин тебя обманывала и И Макрон тебя обманывал, и Саркази тебя обманывал, и теперь еще Иоанна Ганна тебя обманывает. Так что, в общем, здесь все своим чередом. Так что, в общем, это такая дежурная прогулка. Ну вот одно из решений после этой встречи, это то, что Шойгу сказал, что Россия отказывается от военных учений Запада 2023. Он сказал на конференции об этом и сказал, что довольно цинично. Нет, в этом году у нас учений не будет, у нас учений на Украине, он так сказал. А вы знаете, Наташа, вот это, кстати, это вещь, которую я ему уже говорил полтора года, всем этим идиотам в военной форме, что страна, которая ведет войну, какой смысл устраивать какие-то учения? Это вообще глупость абсолютная. Вот в прошлом году, когда они устраивали с китайцами учения, да, с белорусами, я им говорил, что учения устраивают те страны, где нет войны. Когда идет война, какие учения, зачем они нужны учения? Вообще это просто, с военной точки зрения, это просто нонсенс, потому что это отвлечение огромного количества военнослужащих от исполнения их прямых обязанностей на войне. Это израсходование, там, я не знаю, боеприпасов. Тут Сергей цинизм же в чем, он войну в Украине называет учениями, да, там, кровопролитнейший, там, геноцид фактически, он говорит, у нас учения на Украине, как он говорит. Ну, то есть вот в этом же цинизм страшный. Ну, это потому что вы, может быть, слишком, как бы, ищу слово, слишком большой надежды на какие-то человеческие качества у этого человека, у этого индивида, слушая его, потому что у меня никаких вообще здесь сомнений нету. Они не скрывают просто, вот что поражает, они не скрывают свое искусство, извините. Нет, они это не скрывают, причем больше того, это вещь, которой я говорю, что там 15 лет, да, потому что даже Чеченская война, они ее рассматривали как учение, они рассматривали как возможность модернизации своей армии, поддержания ее боеготовности. Потом Сирийская война, кстати, тоже рассматривалась как учение. И в этом смысле ничего нового здесь, опять же, нету. Это может быть кого-то из наших зрителей, кто помоложе, кто не успел все это застать, кто сейчас только этим делом начинает заинтересоваться. Вот для меня здесь ничего абсолютно нового нету. Это цинизм давным-давно у Путина присутствовал, и у военных, у путинских присутствовал. Путин продолжает себя практически панически окружать многими слоями, так сказать, и кругами ПВО. Вот сейчас официально они заявили о строительстве площадки для размещения панциря, панциря С-1, ну буквально в 10 километрах от резиденции Путина. Она уже достроена, эта площадка, и вот от резиденции Новогорёва, потому что у него много резиденции. И это говорит о том, что маловероятно, что такой человек, как Путин, вот с таким уровнем страха, маловероятно, что он выходит на публику широкую. Вот не зря же говорят об этих двойниках, как бы иронично к этому кто не относился. Но о том, что может здесь самолет, мы и говорить не будем, да? Не может, я думаю. Ну, вообще-то это говорит о том, что они, наконец, признали то, что в Российской Федерации не было никакой ПВО. Вот это вещь, которую мы открыли с удивлением, потому что мы считали, что, ну да, всю территорию огромная, 17,5 миллионов квадратных километров, не защитишь никакой ПВО. Но, с другой стороны, там бомбить Сибирскую тайгу никому интерес никакого нет. Да, или там какие-то бескрайние степи чего-нибудь, или там леса, или моря, или реки, это смысла нет никакого защищать. Но мы считали, что, по крайней мере, там Москва, Кремль, там Новогорёва, там Генштаб, какие-то объекты стратегические, ядерные, они все защищены, я выяснил, что у них нет вообще никакой ПВО, у них нет границы, у них нет погранвойск. Вы можете пересечь эту границу как угодно. Эти самые РДГ ходят из Украины в Белгородскую область, в Брянскую область, в Ростовскую область. Ну да, как к себе домой. Как к себе домой. Вот, значит, беспилотники падают на башни Кремля, вот падают там вокруг Новогорёва, на аэродромы Внуково, на аэродромы стратегической авиации, извините за выражение, да, значит, этот самый Энгельс-2 под Саратовом, вот, и Дягилева, и ещё вот этот самый второй, в Сорской области, или где-то там на севере аэродром. В общем, и рано или поздно они всё это дело прорюхали, и Путин решил хотя бы себе сделать нормальную ПВО. Вот, теперь будут такие же вещи строить во всех шести бункерах, где у него есть, то есть будут теперь строить и в Сочи, правда, он туда в Сочи вроде не очень любит ездить, вот, это вот он к Кардагану ездил, а так вообще-то он боится близковато к Украине. Да, но вот видно было, что и его на Алтае, вернее, на Валдае его бункер тоже не очень защищён, если в 50 километрах от него падают самолёты. Вот, если предположить, что это не ракета его сбила, как раз ПВОшная, да, а просто сам самолёт упал, было бы очень смешно, я это уже говорил где-то, было бы очень смешно, если бы самолёт с Пригожиным упал бы прям вот на резиденцию Путина на Валдае, это было бы очень символично. Вот, так что, в общем, я бы... Ну да, это же было очень рядом, прям очень-очень. Да, это было чрезвычайно рядом. Вот, так что в этом смысле, конечно, всё понятно, но самое главное другое, вот как все эти люди, которые, там, Путин, Медведев и прочие всякие, которые вообще должны понимать, что у них нет никакой ПВО, вот о какой ядерной всемирной войне они говорят, а никто не понимает, что любым ударом, массированным по всем стратегическим пунктам ядерной триады российской, они будут уничтожены в первые полчаса, и у них никакой защиты нету. Потому что это мы, кстати, выяснили в прошлом году с крейсером «Москва». Ведь крейсер «Москва» подавался как центр ПВО, который держит под защитой не только самого себя, не только всю корабельную группировку вокруг себя, но и весь Севастополь, весь Крым, там всё, что там чуть ли не до середины центральной части Российской Федерации. А выяснилось, что его обыкновенные две ракеты украинские могут потопить, и у него не будет никакого, он даже их не заметит, какая же это ПВО. То есть всё это мы понимаем, что сейчас всплывают в результате этой путинской войны все настоящие истории вместо сказок, которыми Путин нас кормил 20 лет. Ну вот, знаете, мне кажется, что у них тут у всех сказки, мифология какая-то в голове, например, когда генерал-лейтенант Гурулёв, да, он там теперь, наверное, депутат Госдумы, наверное, он далёк от военных дел, но тем не менее он какой-то бывший генерал, он когда предлагает, давайте мобилизуем 3 миллиона людей, я понимаю, что у него нет реального представления, так сказать, о России, о том, где можно взять 3 миллиона, хотя да, Россия большая страна, 150 миллионов, но если присмотреться, то там часть людей уже выехала, часть людей находится в определённом возрасте, часть людей, они вообще боятся трогать Москву и Петербург, потому что выборы скоро. А где это возьмёшь 3 миллиона? Или это обычное ПСО? Нет, это не ПСО, это, вы правильно сказали, то есть это просто человек, который давно не варится в реальной военной жизни, а когда он был генералом, то он был глупым генералом, судя по всему, потому что 3 миллиона найти, кстати, они могут, потому что каких проблем, там, мобилизуемый резерв, 20 миллионов точно есть в Российской Федерации. Вот, и вопрос не в том, что поставить под ружьё эти 3 миллиона, а где найти столько ружей, чтобы вооружить эти 3 миллиона, а где найти столько формы, чтобы их одеть, эти 3 миллиона, а где найти казармы, чтобы поместить эти 3 миллиона, а где найти даже палатки для того, чтобы их разместить, а чем их кормить, потому что вот Пригожин-то умер, а он кормил всю армию, и теперь неизвестно, кто их будет там кормить, они теперь с голода помрут все, потому что повара-то нету больше теперь у Шойгу и у Герасимова. Нет, конечно, это абсолютная глупость такая, рассчитанная на зет-патриотов и на телевизионных уродов, которые смотрят, совки и старички и бабушки, которые смотрят эти передачи. Потому что, конечно, любой человек, который знает, что такое логистика войны, понимает, что нет никакого смысла даже в такой мобилизации, потому что, ну чего, мясом, но это мясо еще должно доехать до фронта. А куда его, на чем его туда везти-то, как его везти, в скотовагонах, что ли? Во что его одеть? Чем его кормить? Чем его вооружать? Ну, в общем, это все просто разговоры ни о чем. Я уверена, что вы видели обложку ежедневника «Прост», там, где Папа Римский едет на танке с буквой «З». Почему я споняла об этой обложке? «Нью-Йорк Таймс» разместила статью со ссылкой на отчет американской разведки о том, что ФСБ годами тайно использовала союзников в номинально независимых организациях для распространения пропаганды в Соединенных Штатах Америки и в странах Европы. В документах спецслужб отмечается, что Российская Федерация за кулисами организует фейковые акции на Западе, фейковые акции протеста, я имею в виду, с целью дестабилизации настроений. Кстати говоря, если вы в Германии, вы знаете, там каждую субботу и воскресенье какие-то непонятные люди, они как раз выходят с этими акциями протеста. Это еще можно вспомнить, да. Естественно, там используют журналистов в западных изданиях. Мы знаем, время от времени появляются какие-то очень странные статьи. Ну и так далее, и так далее. Я уже не говорю о Шрёдере, о Папе Римском и еще о части людей. Ну вот, как вы считаете, насколько сегодня больше, меньше этих денег тратится или по-прежнему вбрасываются такие колоссальные суммы для того, чтобы поддержать вот эти вот настроения пророссийские? Суммы тратятся огромные. Все это в три раза больше, чем при Советском Союзе. Но самое главное другое, что все это псу под хвост. Потому что при Советском Союзе это все тратилось, и мы знаем, чем закончился Советский Союз. При Советском Союзе считалось, что КГБ доминирует весь мир и контролирует весь мир. КГБ не смог сохранить самого себя, не смог сохранить Коммунистическую партию Советского Союза, для которой он считался вооруженным отрядом, который ее защищал, и не смог защитить Советский Союз. Путин этому, кстати, и Патрушев, и Бортников яркий пример, потому что они были теми старшими офицерами, которые не взяли свои пистолеты Макарова и не вышли защищать ни КГБ, ни КПСС, ни СССР. То есть они предатели, строго говоря, по советским принципам. И в этом смысле это просто огромные финансовые потоки, которые пирются. Это мы видели по Украине, потому что служба генерала Беседы, через нее прошли довольно значимые цифры в миллиардах рублей, ну это сотни миллионов долларов. А он отчитывался, что все куплено в Украине, что все Украина готова, ждет только, вот цветами будет встречать, все будет как в Крыму, вежливые человечки, никто не выйдет защищать, ничего, все сдадутся и так далее. И затем мы видели, что на самом деле они просто распилили эти миллиарды, они никому не были выплачены. Плюс надо вам сказать, что на Западе существует и просто действительно реальное лобби. Это лобби, оно само по себе образуется. Это вот люди, бывшие коммунисты, какие-то леваки, какие-то провоки, которые просто недовольны своими правительствами и которые таким образом предлагают в виде альтернативы вот великого ужасного Путина, даже не всегда понимая, что он из себя представляет, что он из себя не представляет вообще ничего. И тем более не представляет никакой альтернативы их продажным людям, потому что Путин такой же продажный и еще даже хуже. И Путин, вообще-то, строго говоря, если уж смотреть на результаты того, что он делает, то он гораздо больше делает для Запада, для разрушения изнутри Российской Федерации, чем какая-нибудь там ЦРУ, чем какой-нибудь там Пентагон и чем все вместе взятые идеологические центры диверсий западные. Поэтому здесь при таком руководителе никаких врагов не нужно. Вот, ну, а дальше они... Ведь вы же понимаете, что спецслужбы, внешняя разведка, допустим, в которой вот я служил, когда мне предлагали эту работу, я же понимал, что все это туфта, но это возможность поехать за границу. Это возможность поехать за границу. Вы едете туда не просто так, а вы едете с полномочиями гораздо большими, чем все остальные. Вы знаете, что советские колонии... А это, кстати, довольно любопытно. Это называлось советская колония, да? Где-нибудь там, в Париже. Вот, колония, да, колония строгого режима. Но в Париже. Вот, она находится под контролем спецслужб, прежде всего КГБ. И уж если ехать на Запад, то лучше быть, ну, так вот, цинично в составе тех, кто контролирует, чем тех, кого контролирует. Да, и поэтому сейчас то же самое абсолютно. Их в два раза больше, чем при Советском Союзе во время Холодной войны. Это люди, которые просто едут зарабатывать бабло за границу. Они ничего там не делают. Они переписывают все их источники. Это просто переписывание статей из вот тех же самых газет и журналов, которые вы цитируете. Вот, ну, просто там меняют запятые какие-то, там, слова переставляют с места на место, и все. Вот, вербовать они могут вербовать, потому что вот всякие эти Шрёдеры и Кнайсли, они сами готовы вербоваться. Их даже не надо там за ними бегать. Они за вами будут бегать. Завербуйте меня, завербуйте меня. Вот, и поэтому все эти люди просто, это синие куры, это люди, которые пользуются таким способом государственными деньгами для того, чтобы жить хорошо, посылать своих детей в хорошие страны куда-то там, жить красивой жизнью. И при этом их папы там изнутри Советского Союза, то есть нынешней Российской Федерации, критикуют те же самые страны, куда они посылают своих отпрысков, значит, зарабатывать иностранную валюту. Ну, это же игра не вчерашнего дня. Мы же знаем, что очень многие люди, которые сегодня под санкциями на Западе, их там отпрыски, их дети, их жены совершенно спокойно живут в Европе и чувствуют себя прекрасно с деньгами, которые они получили в результате коррупции. Ну, с краденными деньгами, в общем-то, понимаете? Начиная с Путина, да, потому что путинские обе дочки жили на Западе, а там одна у него была в Голландии, другая в Болгарии там, если где-то. Ну, в общем, понятно, да, что... А можно гарантировать, что они сегодня не живут на Западе? Абсолютно нельзя. Нет, абсолютно нельзя, потому что... Мы же не знаем, где они живут, да. Мы не знаем, где они живут, но, в принципе, вроде бы он там их репатриировал. Путинская семья же не санкционирована, насколько я понимаю. Нет, она не санкционирована, его бывшая жена не под санкциями, нынешний ее супруг не под санкциями. Ну, вот Каваева вроде там, ну, она официально не имеет никому, не имеет к нему отношения, они не обручены, не обвенчаны и так далее. Да, официально они никто друг другу, не приходится друг другу никем. Ну, Каваева его кошелек просто, да. Вот, а его дочки, их же через спецслужбы, ему могут выдать паспорт на любые фамилии, ну, или с любыми фотографиями, и они могут там... Денег у них достаточно, чтобы безбедно жить, и поэтому они могут вполне себе в какой-нибудь там Австрии, или Швейцарии, или в Лихтенштейне, или в Монако, в дружеских, так сказать, режимах, которые вполне благосклонно относятся к всему этому делу. Ну, да, это только дело, наверное, спецслужбы журналистов искать, где они сейчас и чем они занимаются. Спасибо большое, Сергей. Огромное спасибо, как всегда, за интереснейшее интервью и комментарии. До встречи. Спасибо за поддержку Украины. До свидания. Спасибо, Анташа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok